приветствую вас мои дорогие друзья вы на канале русская душа с вами марина именно моей кухни у нас дегустация очередного сорта томатов и в этот раз это томат розовый мед я его еще не пробовала это один из первых томатиков вот такой он красивый сейчас мы его и как всегда на весы первым делом 377 грамм вот на самом деле это мой любимый размер ну хотя бы потому что он очень удобен допустим на двоих в салат вот такого достаточно а килограммовый я даже не знаю куда его делать есть у меня томатики побольше вот допустим такой но это другой сорт весит 500 грамм почти представьте а есть еще больше висят на кустах они еще не созрели так сейчас я вам покажу что у меня творится на подоконнике а потом мы будем резать розовый мед и вот мой подоконник вот так красота правда давайте резать томатик ну как всегда я режу поперек чтобы показать красивый разрез как там у него внутри сплошное розовое мясо вот смотрите сплошное розовое мясо камеры маленькие семян немного одна мякоть вот ставьте из такого томатика сделать салат ну или там томатное пюре нет по мне одна вода ну и обязательно мы сейчас его попробуем на самом деле мед соответствует ли название ну я бы не сказала что прямо мед но вкусный вы знаете мне вот наверное даже чуть-чуть кислинки не хватает всего 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 в миру в принципе очень приятный салат для томата мякоть тающая знаете такая зефирная прям расплавляется во рту очень нежная кожица тонкая хорошо живется никакого нового привкуса кожица обычного розового томата не дает розовый темно-розовый внутри так вообще розовенький очень приятный вкусный томатик вот как бы больше о нем и нечего сказать так про куст куст детерминатный то есть невысокий у меня в теплице он высотой где-то до метра первые кисти прекрасно завязал ну а дальше у нас стояла страшная жара и он решил наращивать те лады которые у него на первых кистях и дальше уже не погнал ни куст не пасынки ничего ну как бы ну хотя бы вот даже тот урожай что у него есть в принципе если его посадить не в теплице занимать место а на улице он созревает еще до фитофторы фитофторы как-то обычно в августе же приходит ну когда туманы то я думаю совершенно нормально замечательно и мне кажется он вообще на улице будет себя чувствовать лучше чем в теплице но у меня кроме маленьких черриков все остальные томаты растут в теплице однозначно я буду этот сорт выращивать и в следующем году тоже потому что мне такие томаты нужны чтобы делать лечим чтобы делать всякие салаты заготовки на зиму ну допустим томатные соусы кетчуп может быть даже заправки для супов что-то еще мне очень нравится что здесь очень много мякоти не водичка это сок с зернышками а именно вкусная такая приятная нежная мякоть так следующие у нас дегустация будет вот таких необычных томатов я вам сейчас покажу сделаю вам такой анонс но это будет ждите следующего видео это томат томат большой белый блюз но ли great white блюз вот он относится к белым томатам с антоцианом то есть антоциан считается это синяя сторона самом деле это не синий знать как а фиолетовый а с этой стороны он желтоватый такой кремовый ну белым не назовешь но видимо это и есть цвет белого томата у меня не один мы будем резать вот конкретно этот томат но это уже в следующем видео и еще один томатик у него тоже интересное название план 9 из открытого космоса вот такой полосатый вот такой вот он необычный ему нужно чуть чуть еще до завтра полежать мы его я его наверное разрежу завтра или послезавтра посмотрим но я хочу чтобы он прям весь такой яркий стал вот у него такие красивые оранжевые полосочки по желтому полю это тоже из махрового цветочка видите он какой-то мы прям фигурой депеста такой вот такое название план 9 из открытого космоса ну а сегодня мы дегустировали томат розовый мед детерминантный и довольно вкусный но этот сорт скорее всего нужно выращивать в открытом грунте нет смысла вместо занимать теплицы всего вам доброго приходите еще на дегустацию у меня много очень красивых и необычных сортов там а с вами была марина на канале русская душа